На Псалом 119 Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Каждый из прочих псалмов имеет собственное надписание. А здесь несколько псалмов, поставленных вместе, имеет одно надписание. Песнь степеней, или как говорит другой переводчик, песнь восхождения. Некоторые называют их и степенями. Почему же, скажешь, они так названы? В смысле историческом, потому что в них говорится о возвращении из Вавилона и упоминается о тамошнем плене. А в смысле переносном, потому что они наставляют на путь добродетели. Так некоторые понимают их. В самом деле, этот путь, подобно ступеням, мало-помалу возводит человека добродетельного и любомудрого, и доводит его до самого неба. Другие говорят, что этим указывается на лестницу Иакова, которая была показана ему достигающей от земли до неба. Таким образом, и высшие, неприступные селения делаются доступными для нас, когда подставляются ступени и лестницы. Но так как вошедшие по тому самому, что они взошли на высоту, могут подвергнуться омрачению от головокружения, то не только восходящим, но и достигшим самой высоты нужно соблюдать предосторожность. Эта предосторожность состоит в том, чтобы не смотреть на то, сколько мы прошли, дабы не возгордиться, но смотреть вперед, сколько остается пройти, и стремиться туда. То же и Павел выражает, когда говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Таков переносный смысл этого слова. Но мы, если угодно, обратимся к истории и посмотрим на освободившихся из плена. Как же они освободились из плена? Любовью к Иерусалиму. Напротив, те, которые не имели этой любви, нисколько не получили участия в милости Божией, но остались и умерли в рабстве. Если и мы будем подражать им, то испытаем то же самое. Если мы не будем исполнены любовью к благам небесным и желанием горнего Иерусалима, но постоянно будем привязаны к настоящей жизни, оскверняясь грязью забот житейских, то не сможем достигнуть Отечества. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Видишь ли пользу скорби? Видишь ли готовность милосердия Божия? Польза скорби, потому что она привела их к чистой молитве. Готовность милосердия, потому что оно тотчас явилось вызывающим. То же сделал Бог и прежде в Египте, потому и сказано. «Я видел озлобление людей моих, и вопль их, и сказал, избавлю их, иду». Так и ты, возлюбленный, находясь в скорби, не отчаивайся, не малодушиствуй, но тогда особенно и возвышайся духом, потому что тогда молитвы твои чище, и благоволение Божие полнее, и все время проводи так, чтобы жизнь твоя была прискорбною, зная, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не люби поэтому жизни изнеженной и беспечной, и не желай идти путем широким, который не ведет к небу, а путем узким и тесным. Если ты хочешь достигнуть высших селений, то убегай удовольствия и попирай гордость житейскую, презирай богатство, славу и власть. Избери бедность, сокрушение духа, покаяние, источники слез и стремись ко всему, чем можно приобрести спасение. Избравший это и сам находится вне опасности, и молитва его делается возвышеннейшими. Если ты таким образом устроишь себя и с таким сердцем будешь взывать к Богу, то он непременно услышит тебя. Для этого пророк и сказал. Возвал я Господу скорби моей, и Он услышал меня. Чтобы ты научился возвышать себя мало по малу и окрылять свои молитвы. Чтобы ты не унывал и не отчаивался во время скорбей, но извлекал из них пользу. Если пророк Елисея, человек, не попустил ученику своему отринуть припавшую к нему жену, а сказал оставь ее, ибо душа ее скорбит в ней. 4 Царство 3, 27. И выразив этим нечто иное, как то, что она имела для себя великую защиту и оправдание скорби своей, то тем более Бог не отринит тебя, приступающего к нему с прискорбной душою. Потому и Христос ублажает плачущих, а смеющихся называет несчастными. В беседе о блаженствах Он в самом начале говорит блаженны плачущие. Итак, если хочешь посходить по этим ступеням, то отвергни изнеженность и беззаботность, тесни себя прискорбной жизнью, отстань от дел земных. Это первая степень. Невозможно, никак невозможно в одно и то же время восходить по лестнице и оставаться на земле. 367. Ты видишь высоту неба, знаешь краткость времени, знаешь неизвестность смерти. Немедли же и не отлагай. Но с великой поспешностью приступи к этому шествию, чтобы в один день проходить по две, по три, по десяти, по двадцати степеней. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Смотри, как здесь сияет евангельская заповедь. Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Подлинно возлюбленный. Ничто не может сравниться с искушением, попасть к человеку коварному. Он опаснее дикого зверя. Звери кажутся тем, что он есть, а то часто скрывает яд под видом кротости, чтобы и коварство было незаметным и впадал в яму неосторожно попавший. Потому-то пророк часто молит Бога об избавлении от таких злоумышленников. Если же должно избегать людей лживых и коварных, то тем более разворотителей, проповедующих нечестивые учения. Особенно можно назвать устами неправедными те, которые отклоняют от добродетели и увлекают к пороку. Поэтому пророк и просит у Господа избавить от них душу его, потому что туда проникают стрелы их. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Эти слова выражают не что иное, как то, что такой порох велик, что такого рода зло тяжко. Поэтому видишь ли, как пророк гневается, негодует и говорит, что дать тебе и что приложить тебе, о язык льстивый? Что прибавить тебе? То есть какое достойное наказание найдется для этого зла? Подобным образом Исаий говорил иудеям. Во что возбить еще продолжающее упорство? То же Он и говорит, что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый. Он или это говорит, или то, что в самом пороке уже заключается наказание. Ты сам еще прежде наказания причиняешь себе наказание, рождая зло в самом себе. Действительно, порок есть величайшее наказание для души еще прежде наказания. Какое же может быть достойное наказание для такого порока? Здесь никакого, кроме поражения от Бога. Человек не может воздать за него по достоинству, потому что этот порок превышает всякое наказание, а Бог поразит его. Поэтому, желая показать это, пророк тотчас присовокупляет изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. И то с собранными в кучу, и это с можжевеловыми. Заключает в себе одну мысль, только там представляется количество, а здесь качество и сила наказания. Тоже выражает и 70 толковников словами с углями пустынными, то есть опустошительными, разрушительными, истребительными. Вещами страшными для нас Писание означает и Божие наказания, называя их стрелами и огнем. А здесь, мне кажется, указывается также на иноплеменников, потому что другой переводчик выражает и говорит «Избавь душу мою от уст лживых». Таковы их слова, таковы козни и злоумышления, исполненные лжи и всякого нечестия. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кедарских. Таким образом, они сетуют о плене вавилонском, а Павел о продолжительности здешней жизни. До тех пор, пока находимся в теле, мы воздыхаем, говорит он, и еще, и не только то, но и сами имея начаток духа, и мы сами в себе воздыхаем. Действительно, настоящей жизнью есть странничество. Что я говорю странничество? А она гораздо хуже и странничества, потому Христос и назвал ее путем узкие врата, говорит он, и тесный путь, ведущий в жизнь. И это есть самая лучшая и даже первая наука, знать, что мы странники в настоящей жизни. Древние исповедовали это, и потому особенно прославлялись. Выражая это, Павел говорит, поэтому не стыдится Бог, называть себя их Богом. Евреям 11.16. Почему, скажи мне, потому? Потому что они признавали себя странниками и пришельцами. Это корень и основание великой добродетели. Кто здесь странник, тот там будет гражданином. Кто здесь странник, тот не станет привязываться к настоящим благам. Не будет заботиться ни о жилище, ни о богатстве, ни о пище, ни о чем другом подобном. Но как находящийся в чужой стране, делает все и употребляет все меры к возвращению в Отечество. И каждый день стремятся увидеть страну, их произведшую, так и питающий любовь к будущим благам. Не огорчиться здешними несчастьями, обстоятельствами и не возгордиться счастливыми. Но будет проходить мимо всего этого, как путь. Вот почему и в молитве нам заповеданное говорит, да приидет царствие твое. Чтобы мы, питая в душе желание и ожидание того дня, и постоянно имя его перед глазами, не увлекались настоящим. Если иудеи, желавшие возвращения в Иерусалим, даже после освобождения, оплакивают прошедшее, то какое мы можем иметь извинения и какое оправдание, не питая сильной любви к горнему Иерусалиму. 369. Посмотри, как он оплакивает свое пребывание между иноплеменниками. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Здесь они оплакивают не только свое пребывание в стране чужой, но и обращение с иноплеменниками. Так и другие пророки оплакивали настоящую жизнь и говорили, о горе мне, не стало милосердных на земле, и нет исправляющего между людьми. Михея 7.2. И этот самый пророк, спаси меня Господи, говорит он, ибо я живу у шатров кедарских. Настоящая жизнь тяжела не потому только, что она исполнена суеты и безвременных забот, но и потому, что в ней много успевают люди злые. Нет ничего гнуснее и тяжелее обращения с такими людьми. Не столько дым и смрад тяготит глаза, сколько обращение с злыми людьми огорчает душу. Не помнишь ли, как и Господь наш Иисус Христос выразил тягость пребывания с ними, когда Он сказал, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, то указал на то, что содержится в словах. Долго жил я у шатров кедарских. Это варвары, которые обыкновенно поступают с подвластными им, как звери, живут в шалашах и пещерах и доходят до свирепости диких зверей, но еще не сносные хищники, корыстолюбцы, развратники, живущие в роскоши. Долго жила душа моя с ненавидящими мир, однако немного, только 70 лет. Но Пророк называет их многими не по количеству, а по трудности обстоятельств. Для страждущих и немногие годы кажутся многими. Так должно чувствовать и нам. Хотя бы мы прожили немногие годы, но должны считать их многими, по сильному желанию будущих благ. Говорю это, не охуждая настоящей жизни, да не будет. И она дело Божие. Но желаю возбудить в вас любовь к будущим благам, чтобы вы не привязывались к настоящим, не прилеплялись к плоти и не уподоблялись малодушным, которые хотя бы прожили тысячу лет. Говорят, что мало. Что может быть безрассудневей этого? Что может быть грубее, тогда как предстоит небо, небесное благо, которое око не видело и ухо не слышало? Гоняясь за тенями и желать вращаться в пучи ненастоящей жизни, подвергаясь непрестанным волнам, бурям и кораблекрушениям. Не таков был Павел, но он спешил и стремился туда, и только одно удерживало его спасение людей. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Видишь ли, как он показывает тяжесть тамошней жизни. Не сказал с не имеющим мир, но с ненавидящим мир. Я был мирен. Видишь ли пользу скорби, видишь ли плоды плена. А теперь кто из нас может сказать это? Желательно, чтобы мы с мирными были мирны, а он и с ненавидящим мир был мирен. Как же и мы хотим достигнуть этого. Если будем жить как странники, опять обращая речь к тому же предмету, если будем жить как пришельцы, если не будем пленяться ничем настоящим, подлинно ничто не бывает столько причиной вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастия или к славе, или к богатству, или к удовольствиям. Когда же ты разорвешь все эти узы и не попустишь душе пленяться чем-нибудь подобным, тогда увидишь, откуда берет свое начало раздор и где лежит основание добродетели. Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков. Чтобы ты не говорил, я потерпел то и то, и от того ожесточился. Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцой и победишь волков. Какой ты человек зол и нечестив, но ты имеешь силу, которую можешь преодолевать и злых. Что смирнее овцы, что свирепее волка, однако первое преодолевает последнего. Как видно из апостолов. Потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего сильнее долготерпения. Вот почему Христос и заповедует нам быть овцами среди волков. Но сказав это и желая объяснить, каков должен быть его ученик, и что для него недостаточно этой простоты, то есть кротости овцы, прибавляет еще. Будьте, говорит, кротки, как голуби. Соединяй кротость двухсмирных и незлобливых животных. Такое требует он от нас кротости, когда мы обращаемся среди злобных. Не говори мне, он зол, я не могу сносить. Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело с злобными и враждебными. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияет ее действенность, достоинство и пользу. Столько заговорю я, а не к войне. Выражая, с ненавидящими мир я был мирен. Или за то, что я говорил им, они враждовали. Смысл этих слов следующий. Во время самобеседы, говорит, когда я особенно выражал любовь свою, когда произносились особенно дружелюбные слова, тогда они и раздражились. Строили козни, ничего не укращало их, ничто. Но я продолжал соблюдать свою добродетель, несмотря на такое их расположение. Так должны поступать и мы. Хотя бы нападали на нас любящих, хотя бы враждовали, хотя бы строили козни. Мы должны соблюдать свое, помня заповедь, повелевающую быть подобными овцам и голубям среди волков, чтобы и их сделать лучшими, и самим достигнуть небесных благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.